приветствует вас реабилитационный центр зановой на колесах наша фишка это среда наша мечта чтобы атмосфера которая царит между нами могла сотворять волшебство с людьми естественно и как-то не специально от мира выговаривается человек каждый хочет быть услышанным каждый хочет чтобы вы рассмотрели и каждый хочет тупо проветрить голову прямом смысле вы для этого мы едем святые места читая гарри поттер христос сказал будьте как дети а еще есть фраза радость особая мудрость почему бы не радоваться черники голубики и самым простому что есть вокруг это тоже одна из целей нашей поездки радость простая и бесхитростная почему именно свирская да я даже себе задавала этот вопрос почему захотелось мне некомфортно в местах богобоязненности и куда ты приходишь и всегда что-то должен грешен ты виновен то должен каяться в свирском есть ощущение что можно быть собой что ты едешь лечить душу и никто тебя не осуждает ни за что и залечивается все внутреннее как то очень естественно нужно ничего из себя не строить и ощущение что святой благодаря которому все это создано он живой и если сильно постараться то нужно почувствовать его атмосферу даже в луче света и в крики ребенок и даже в глазах случайного прохожего жизнь александра свирского примеру подвига но простого и очень очень тонкого все пространство дышит этим как будто бы родня разговаривали как будто бы и как будто бы на в в в в в в в Я очень люблю, когда здесь поют. Это вообще что-то с чем-то. Я на самом деле ни разу не слышала, чтоб там пели. Нигде. Даже когда суперпрофессионалы поют службы, вот эти два мужчины, это я не знаю. У меня вот сразу вот так вот мурашки. Я стою, и мне кажется, что у меня ноги вот так подкашиваются просто. И хочется плакать. Вообще, что такое они делают? Здесь очень хорошо. Мы зашли вот так вот сюда вот. Кстати, вот мы сюда зашли, представляете? Я стою, и в ведерке стоят лилии. Я взяла лилию вот так вот, и Валя сейчас сделала фотографию. Там такое безумное лицо. Знаете, такое какое-то... Очень-очень такие вот глаза. Такое счастливое, но безумное. Немножко. Немножко. Взгляд, правда, безумный, Аня. Слушай, вот эта была приличная, но здесь еще безумнее. Да. Я как будто была блаженная, знаете, такая сумасшедшая. Просто немножко. Вот, видишь, я нашла вот лилии вот эти. У меня такой был внутренний восторг, что я думала, я нормально стою. А оказалось, что не очень. Они так вкусно пахнут. Не как обычной лилии, резкий. А у них такой запах еще был интересный. За углом. Слушай, ну просто вообще женщина... Эта... Того. Женщина-кошка. Ха-ха-ха. Ему там, наверное, сказал, говорит, ну ты мать стала. Валла год. Музыка в Кадал-кашке. Капитан. Эта страка, ездит наконец. Валла год. А опять продолжала. Потому что упадут еще раз. Так же что сносит, это, вы сказали. Анютка что купила? Самую-самую полезную пыльку, потому что она разноцветная. Самая разноцветная, самая полезная? Самые-самые полезные витамины. Витамины визуализируют витамины. Еще сюда нужно ехать за тишиной. Здесь настолько тихо, что сначала ни психика, ни тело даже не верят в это. А потом, если ты сонастраиваешься, то тишина и внутри тебя. До тех пор, пока дети не найдут теплое озеро и не начнут в нем купаться и радоваться, как и положено детям. Но это уже не нарушит никакую внутреннюю тишину. На какое-то время она поселилась там. Глубоко-глубоко. Эта поездка в каждом, кто в ней был, запустила интересные процессы. Непростые, о которых нужно было поговорить. Валя, ты видел какие-то волны? Получается! Получается! если ты честный внутри себя и честный с тем пространством которое вокруг тебя то это ощущается это жизнь и это взаимодействие с ней